Строительство центра борьбы с браконьерством завершается в Хабаровском крае. Его возводят в Сосновке. Помещение оборудуют системами видеонаблюдения и другой техникой, с помощью которой специалисты смогут быстро реагировать на происшествия с участием диких животных. На стройплощадке побывал министр юстиции России Константин Чуйченко вместе с губернатором региона и корреспондентом телеканала Хабаровск. Сейчас охотничий надзор региона располагается в Хабаровске. И это очень неудобно. Во-первых, специалисты не могут оперативно выехать на места происшествия с участием диких животных. А во-вторых, у службы очень много специальной техники, которую нужно где-то хранить, а в городе для этого слишком мало места. В новую штаб-квартиру лесходнадзор переедет к началу сентября. Пока административный корпус возведен примерно наполовину. Это сибирская сосна. Здание одноэтажное будет. Фундамент сделан, плита. Сейчас собирается дома комплект. В дальнейшем будет производиться монтаж крыши. Кроме административного построят еще несколько зданий, а также гараж для техники, оружейную комнату, будет где разместить навесы для лодок и снегоходов и ремонтный бокс. Также оборудуют диспетчерскую, куда будет стекаться вся оперативная информация о случаях браконьерства. Для этого в районах установят дополнительные камеры видеофиксации. К сожалению, количества инспекторов недостаточно, чтобы охватить всю территорию Хабаровского края. Так как у нас регион большой, 72 миллиона гектар, и все 72 миллиона гектар являются охотугодьями. У нас в каждом районе есть районный охотинспектора. С ними налажена будет связь, в том числе из этого центра. Значит, будет при поступлении сигнала инспектор информирован и тут же выезжать на место. Ход строительства проинспектировал министр юстиции России Константин Чученко вместе с губернатором региона. Подобные два года назад открыли в Приморье. Теперь очередь за Хабаровским краем. Здесь будет цех кормоподготовки. Соответственно, здесь межрейдовая база будет, где сотрудники охотнадзора будут иметь возможность провести время и отдохнуть между рейсами. Это комплекс такой, который должен обеспечить нормальную работу для сотрудников охотнадзора. Объект строят за счет средств спонсоров, которые работают с некоммерческим центром «Амурский тигр». Благодаря его поддержке в Хабаровском крае создаются безопасные условия для жизни диких животных, в особенности полосатой кошки. В прошлом году центр передал региону и несколько специализированных машин. Мы благодарны центру «Амурский тигр» за внебюджетные вливания в нашу инфраструктуру. Это не первый объект, уже два кордона для госохотнадзора. Мы приняли на баланс региона. Это новые объекты в селе Арсеньево, пожарное депо, почта, тоже за счет центра «Амурский тигр». Сдать объект планируется к Восточному экономическому форуму в начале осени. Анастасия Незнанова, Василий Ермаков. Смотри Хабаровск.